Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Как показывает статистика YouTube по бьюти-каналам, видео об уходе за собой смотрят намного хуже, чем те же видео о покупках, об примерке одежды или даже какие-либо влоги. То есть видео об уходе за собой смотрят хуже всего, к сожалению. И это понятно, потому что проще всего верить в то, что ты купишь один крем, и он спасет тебя от всех проблем. От морщин, от целлюлита. И для этого тебе не надо делать каждый день какую-либо гимнастику, гимнастику лица, гимнастику для всего тела, маски для лица, маски для волос. Девчонки, нашла, нашла такое средство, которое не требует никаких дополнительных затрат, потому что у вас обязательно найдется тот или иной продукт. И это средство реально работает. Это средство по восстановлению окрашенных именно осветленных волос. Но я думаю, что это средство подойдет для всех волос. Так как я блондинка, так как я крашеная блондинка, мне нужно максимально увлажнять волосы. Я нашла, точнее, мне подсказал бьюти-блогер Анастейша Секрет, как легко и очень просто и очень быстро восстановить пожженные белые волосы. Поехали смотреть! Секрет этого ухода заключается в том, чтобы перед тем, как помыть голову, минимум за полчаса на грязные волосы, на всю длину, не затрагивая корни, необходимо нанести маску для волос, обычную, покупную маску для волос. Если у вас на сегодняшний день нет маски для волос, то нанесите кондиционер. Неважно, но нанесите то средство, которое вы используете после того, как помоете волосы шампунем. Что это? Маска для волос или кондиционер? Есть маска. Наносите маску, кондиционер, наносите кондиционер. То есть на грязные волосы вы наносите любую маску или любой кондиционер. Держите минимум полчаса. Девчонки, это очень удобный способ, потому что маска или кондиционер не растекается, не капает. Вы просто наносите, закалываете волосы в пучок или, как я это делаю, заплетаете в косу и ходите полчаса. Обычно, если я знаю, что в этот день я никуда не поеду и никуда не пойду, я наношу маску на волосы с самого утра и хожу с ней целый день. У меня волосы заплетены в косы. Косы обычно спрятаны как-нибудь назад. Волосы не кажутся жирными. Волосы, такое впечатление, как будто бы на них много геля для волос или воска для волос. Моя подруга Anastasia Secret проделывает еще один трюк. Она наносит эту маску для волос перед сном и ложится спать. На утро она смывает ее и говорит, что волосы просто восхитительны. Так что у вас есть выбор. Или ходите целый день, как это делаю я, или ложитесь с этой маской спать. Если время ограничено, девчонки, минимум полчаса. Сейчас я вам покажу, как это делаю. У меня сегодня грязная голова. И это самый лучший момент, когда я вам могу показать, что же я делаю с маской для волос. Для начала нужно расчесать волосы. И если волосы у вас длинные и густые, как у меня, например, то я делю их на две половины. Мне так просто удобнее тщательно промазывать все волосы. Я разделила волосы. Можно использовать любую маску для волос и любой бальзам-кондиционер для волос. Я даже не буду вам рекламировать, что я сейчас наношу на свой волос. Это самая обычная маска для волос. Я ее взяла, потому что мне ее нужно закончить. Тут осталось совсем чуть-чуть. Как раз на сегодняшнюю процедуру. И все. Наношу на сухие волосы, хорошо промазывая все волосы, не затрагивая корни. То есть я промазываю только длину. Акцент делаю на кончике, потому что именно кончики чаще всего подвержены всяким травмированием. То прически делаем, то укладки. И поэтому на кончики обращаем больше всего внимания. Когда меня удовлетворил уровень намазанности моих волос, то есть когда они уже полностью полностью тщательно пропитаны и тщательно смазаны вот этой маской или бальзам-кондиционером, лично я люблю заплести их в обычную французскую косу. Мне так удобнее. Вы можете сделать пучок. Девчонки, вот кому как удобно. Мне почему-то кажется, что когда я вот так вот их перемешиваю, они там еще больше промасливаются. Точнее не промасливаются, масок нет. А еще лучше пропитывается этой маской для волос. Сразу хочу сказать, что она у меня будет на волосах часа два. После этого я помою голову и сделаю следующую процедуру. То есть нанесу протеины и керамиды. Так как в этой маске нет никакого масла, то вы можете спокойно ложиться с промазанными волосами спать. Потому что через пару часов маска чуть-чуть подсохнет и она уже будет не такая влажная. Она не испачкает вам подушку. Но так как здесь нет жира, даже если она слегка испачкает, то вы спокойно выстираете, ничего не случится. Все то же самое проделывается с сырой стороной. Все, я как раз закончила свою масочку. Тщательно все вымазываем. И заплетаем опять же в косу. Я с такими волосами могу проходить целый день. Если я знаю, что я никуда не еду, то я обязательно смазываю волос какой-то маской или наношу бальзам и хожу так целый день. Кстати, хочу отметить для тех, у кого есть бассейны. Это идеальная маска для волос. И это идеальная защита от солнца. Волосы тщательно промазаны маской и они не вредятся ни от хлорки, ни от солнца. Косы отлично зафиксированы. Все, теперь я иду заниматься своими делами. После чего я вымою голову и у меня есть социальный секрет по мытью волос. Точнее, как правильно мыть волосы, чтобы минимально их травмировать. Я наношу шампунь только на корни волос. Только на корни волос. Я не вспениваю шампунь по всей голове. То есть я тщательно массажирую корни волос. Смываю. И пена, которая будет смываться по волосам, она отлично промоет всю длину моих волос. Тем самым смоется кондиционер или маска, в зависимости от того, что я нанесла. Обязательно, обязательно необходимо смывать волосы прохладной водой. Потому что кутикула волос, благодаря прохладной воде, закрывается и как бы склеивается. И у вас получаются гладенькие, ровные волосы. После того, как я помыла голову, я могу нанести вот такое средство от Матрикс. Девчонки, сразу говорю, это не реклама. Я даже вам больше скажу. Я вам не рекомендую это покупать. Честно. Потому что средство очень дорогое. Одна бутылка стоит 21 канадский доллар плюс налоги. Давайте так округлим. 25 канадских долларов. Примерно 20 американских долларов. Да, бутылка 500 миллилитров. Обычно в этот курс входят протеины. Вот у меня протеины. Керамиды. Вот у меня керамиды. И еще есть пептиды. Но их не было. Я купила это средство. Кстати, на распродаже Лореаль. Пептидов не было. Я взяла протеины и керамиды. Керамиды, они... Ой, неправильно. Протеины, они более жидкие. Такая желтоватая жидкость. Я их наношу на влажные, помытые волосы. Держу 3-5 минут. Потом наношу сверху керамиды. Также держу 3-5 минут. И потом это все смываю прохладной водой. Протеины мне вообще не нравятся. Вообще не нравятся. Знаете почему? Потому что они склеивают мои волосы. И волосы невозможно расчесать. Керамиды. У меня такое впечатление, что они работают просто как бальзам для волос, который вы нанесли на мытые волосы. Но не сразу смыли, а смыли через какое-то время. То есть, ну, у меня это средство уже куплено. Я им пользуюсь. Куда деваться? Тем более за такие деньги. Может быть, кто-то уже тоже пробовал это средство. Оно называется Matrix Miracle Morphe Corrected Ceramid. Девочки, извините мой английский, потому что я все-таки больше по-французски соображаю. Возможно, у кого-то есть подобное средство. Девчонки, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится оно вам или нет. Потому что моя подруга, тоже бьюти-блогер, с канала Похудеть легко, сказала, что она просто в восторге от керамидов. То есть, для ее волос керамиды ей подходят идеально. Моим волосам не то, что не подходят, но этот уход тех денег, которые я за него заплатила, нет, он этого не стоит. Вот маску, о которой я вам говорила ранее, это идеальный вариант, суперэффект, и не нужно никаких расходов. А это, честно, деньги на ветер. Ну вот все, мои дорогие, сегодня я поделилась своим уходом за волосами. Девчонки, этот рецепт реально работает. Я вам его рекомендую. Я жду от вас комментариев. Пожалуйста, попробуйте и напишите мне, понравилось или не понравилось. Особенно мне интересно узнать мнение у девчонок, у которых другой цвет волос или вообще натуральные волосы. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Огромное-огромное вам спасибо за ваши просмотры и огромное-огромное спасибо за ваши комментарии. Всем пока, хорошего дня и теплого лета. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok